всем большой большой привет я сейчас нахожусь в очень красивом месте пироговское водохранилище называется мы приехали сюда отмечать день рождения моего племянника двоюродного племянника кому машинку выбирали но машинку я так и не показала потому что мы в тот же день подарили он уже играется очень счастлив сижу тут одна в беседке снимать я скорее всего ничего не буду потому что ну тут понимаете столько народу не каждый хочет сниматься поэтому так поснимаю вам только красоту природы боже что у меня сегодня с волосами это просто я помыла голову высушила феном и вышла такая вся лохматенькая вот такой вот прическом когда я просто феном короче сушусь вот видите стою очень красиво в прекрасном месте я не знаю как вас на меня вода очень успокаивает для меня это прям медитация душевное успокоение я прихожу в какое-то равновесие все мысли как будто структурируются все в одну какую-то систему что ли выстраиваются вот такое место сейчас мы снимаем само водохранилище красоту эту успела поймать немножко заката так красиво у нас тут еще какое-то дерево прям не какое-то это скорее всего ива обожаю величие природы шум волн очень успокаивает вы тоже посмотрите насладитесь насладитесь шумом волн шумом воды тут цветочки какие-то маленькие калевые в общем умиротворение ребята тут такие беседочки можно арендовать прямо на берегу водохранилища здесь волейбольная волейбольная площадка если бы был мяч я бы поиграла обожаю играть в волейбол сосны воздух здесь конечно очень чистый и вот наша беседка мы тут будем отдыхать сегодня всем доброе утречко у меня сегодня вот такой завтрак чемпиона здесь у меня творожный сыр гуакамоле из авокадо с помидоркой с лимонным соком яйцо пашот посыпала все кунжутиком здесь у меня огурчики и остатки рыбки слабосоленой пью я ромашковый чай ну просто ромашку на десерт если захочу то такие ягодные песочные котлинки с вишней и с вкусом кстати заказала их первый раз хочу попробовать если понравится буду брать уже постоянно это вот мой гуакамоле остаточки вот такой классный завтрак решила что хочу попробовать все-таки вместе с вами пью сено как говорит моя сестра мне нравится вот ромашку обожаю посмотрите какая красота их ну что приятного аппетита всем кто завтракать давайте пробовать что у меня получилось то яйцо потеку изюмительно вкусно яйцо пашот как надо получилось только вот я его не посолила очень вкусно но это не может быть невкусно почему я решила такой завтрак я скучаю скучаю по своей подружке и скучаю по морю я когда была у нее мы частенько вот этот такой завтрак готовили здесь вкус виловский хлеб называется спорт хлеб он на закваске без всяких там вредности не вообще вкус вилл должен заплатить доплачивать за рекламу потому что я так люблю их продукты я столько людей уже подсадила на их магазин в общем у меня ностальгия кстати хотел у вас спросить вот вы зубы чистите до завтрака или после завтрака я раньше как ненормально первым делом как просыпалась убежала сразу в ванную чистить зубы а сейчас я делаю все эти гигиенические процедуры уже после завтрака вот так безумно вкусно именно вот с творожным сыром он дает такой нежный нежный оттенок какой нежный какой же я все-таки гурмана ладно ребятки у меня опять тут капает все я чувство вышло попробовать с вами сие великолепие в общем готовьте тоже так офигенно вкусно и что вы думаете спикала за две минуты просто все исчезло зато в животике теперь так хорошо и все-таки я хочу попробовать вот эту вишневую корзиночку раньше я очень любила ягодная лукошка но последнее время не испортились вот этот возьму который немножко уже подтек ну чё пробуем так вишенкой пахнет ой оно смотрите с цельными кусочками вишни это очень вкусно я вообще обожаю все что с вишней для меня любой десерт с вишней это уже топ в общем советую влажный в меру сладкий с кислинкой и целые ягодки вишни вот так вкусно все ребятушки будут заедать заниматься своими делами в течение дня посмотрю что можно будет снять что будет такого интересненького засниму вам на связи так мои хорошие я вам обещала снять такое видео сравнение двух парфюмов эти духи привезли из дубая то распаковочки я вам не показала ну в общем вот они слюду я уже сняла чтобы вам тут не шелестеть в кадре упаковочка конечно пипец какая радужная солнечная напоминает чем-то тропики не чем-то а прям сильно напоминает тропики духи называется ajmal aurum summer есть еще winter зима и лето в общем сделали они такую коллекцию из бестселлеров парфюмерного дома ajmal ну давайте его откроем для начала яркая такая упаковка внутри как будто цвета тифы мой аромат сразу даже просто вот коробку открываешь аромат уже сразу чувствуется флакон очень красиво оформлен видите здесь такие всякие ракушки чем-то напоминает знаете в ванной комнате ставят такие напоминания о море в общем упаковка очень красивая на подарок можно смело брать да и просто на туалетный столик поставить будет радовать глаз почему я решила сравнить эти два аромата потому что на фрагрантики все пишут что это буквально ароматы клоны они очень похожи и так далее и тому подобное давайте сейчас вместе с вами сравним и посмотрим действительно ли они так похожи так начнем наверное но императрицу я думаю вы все знаете аромат 2010 что ли года он прогремел тогда просто мне кажется у всех была эта императрица номер 3 видите у меня тут вообще остаточек небольшой но этого хватит чтобы сравнить блоттеры взяла специально из магазина чтобы вам показать наглядно как обрызгаются и так начнем с аурума маслянистые такие запах больше я бы сказала тропические фрукты очень много цитрусов немножко акватики характерный какой-то вот характерная восточная нотка здесь тоже имеется начало очень многообещающее посмотрим что в императрице ну все все ноты вы можете прочитать на фрагрантике сестра что-то недоумевает не хочет она чтобы я это делала ну конечно невооруженным взглядом видно что здесь в ауруме масел намного больше небольшое пятно пульверизатор хороший распыляет таким душиком я ничего схожего в этих ароматах не вижу не слышу абсолютно разные сестра там на заднем фоне ухахатывается просто ребята знаете сколько я отзывов и в ютубе и в инстаграме и не знаю на фрагрантике той же самой еще раз доказывает это то что нельзя никому верить пока сам не попробуешь все-таки императрица это больше фруктово-цитрусовый аромат который дальше уходит в такую свежую горчинку а джмала аурум это тоже вроде бы и фрукты и цветы и и цитрусы я даже клубнику тут чувствую но в ауруме база все-таки более сладкая если вы хотите свежий аромат то это конечно императрица аурум это больше для тех кто любит ваниль и сладкое послевкусие от духов сначала свеженькое потом переходит в такую ванильную сладость и они просто не смываемые не убиваемые я уже пробовала их на себе вообще не отмываются очень стойкие что не скажешь об императрицы ну потому что императрица это туалетная водичка а джмала это все-таки парфюмированная вода ну и вы видите сколько тут масла так что советую на одежду не наносить их а то могут остаться вот такие пятна в принципе это все по сравнению так мои хорошие еще я вам хочу показать то что приобрели в аптеке это у меня сестра решила устроить себе веселую жизнь жилось ей как-то скучно и она решила что все с сегодняшнего дня она все ест без сахара купила себе вот такую стевию подсластитель для чая для кофе добавлять натуральный состав в общем разорились в аптеке мицеллярная вода кстати она в аптеке стоит дешевле чем во всех косметических магазинах 1200 рублей за 500 миллилитров также этот крем здесь ценник 1960 на самом деле купили по 1500 где то если онлайн заказывать то там скидка в аптеке этот крем назначен дерматологом для лица для тела в общем гипоаллергенный и вот эти два шампуня вы знаете что раньше я всегда пользовалась одним и тем же шампунем head and shoulders но последнее время это наверное у меня уже третий бутылек этого шампуня у меня стала очень сухая кожа головы и волосы сухие в общем я использую вот такой шампунь от виши деркас называется для сухих волос и сухой кожи головы мне очень нравится снимает зуд жжение покраснения какие-то волосы прекрасно отмывает начищает что еще нужно от шампуня цена где-то 1200 рублей и такой же шампунь для сестры взяли моей для для роста волос от выпадения точно такой же виши в общем вот такие покупочки у нас сегодня ну шампунь я уже открыла уже пользую использую во всю ну и самое главное и самая крупная покупочка это вот такой дарсонваль тоже по совету врача дерматолога для того чтобы дома улучшать состояние кожи и волос сейчас открою вам покажу вот такой наборчик тут инструкция как пользоваться насадочки но еще не использовали поэтому как только попробую дам вам знать а